С миром. Игнатий Тихонович, а вот неоднократно мне вот говорят такую фразу «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот я как могу, я объясняю. А вот вы можете мне сказать, вот как это вот, может, правильно, неправильно я вот говорю, объяснить? Что это, вот о чём это говорит? Я говорю так, что, ну, так ты, говорю, сам ты и не плашай, делай всё с Божьей помощью, а Бог тебе поможет. И вот так я как бы объясняю людям. А вот как вы сами скажете? Всемирно и во всём возлагать надежду на Бога. Это так. Но Господь делает всё нашими руками, ходит нашими ногами. Если мы говорим, Господи, помоги мне при малой зарплате, вот я двоих бабушек держу, заботиться, купить что-то, пойти, помочь, убрать время, выгадать. Это от меня. Но сам не плашай, не упускай моменты. То есть не упусти благоприятные моменты, не спрячься, не испугайся. А начинай делать, и Господь пособит. Вы поэтому правильно всё и объяснили. В нашей жизни так. Люди-то не в том это пословице говорят, что на Бога надейся, да и всё, нет, но и не спи. Апостол Павел говорит, многие бегут на стадионе, на ресталище, но один получает награду. Да, мы трудимся. Итак, бейтесь, не просто махайте, машите руками. Если я молюсь об этом, написано, бодрствуйте в молитвах. О чём я молился? Вот только что поступило мне известие. Вот только перед этим занятием. И не одно, а несколько. И я на молитвы уже их прибавляю. А люди эти, они ещё до конца не знают, что от них Бог потребует. Они чего-то хотят продвинуться, быть где-то. Но ты не плаша и молись, то есть не оскорби Бога бездействием своим, слабоумием. А когда человек начинает, называется чрезмерное надеяние на Бога. Когда ничего не делает, я спасён. Все сектанты говорят, я спасён. Я уверовал не во Христа. Да, да, это хорошо, что ты уверовал, это благодать Божия помогла тебе. Но ты не в церкви. Ты оплошал. Когда был выбор, ты пошёл лёгким путём. Ну, Богу важно или не важно, борода не борода, какая на мне одежда, что я курю, что Богу, Богу это, главное, сердце. А вот тут он оплошал, человек. Сердце – это глубокая пропасть. И кто узнает её? Глубокий колодец. Кто выщерпает его? Ты должен приложить все силы, не сидеть. Господь помогает труждающемуся, но не спящему. А про ленивых много написано, но подобен Воловьему помёту. От него ничего не дождётся. Он в бойзе на улицу идёт, и там лев ходит. Ну, причину изи. Никакого льва, конечно, в Сибири у нас нет. А причина. А кто знает, что будет ещё? А сегодня вот начнут там колоть всех, и всё зря и рожать, и делать. А ты делай так, как будто бы жизнь будет продолжаться твоя тысячу лет или одну секунду. В равной степени настройся на это. Таланты умножать надо, трудиться над ними. Начнёшь говорить, почему ты не благовестна? Да у меня таланта такого нет. А почему ты дышишь? Ну как? Я умру без кислорода. Вот так и без проповеди ты умрёшь. Ты умер давно уже. Ты оплошал. И когда был выбор, ты выбрал лень. Ты выбрал отговорки. А на Бога надеешься. И поэтому этот грех считается ложным надеянием сверх меры. Бог помогает труждающемуся, но не лежащему. Вот всё в этом. Благодарю. Очень хорошо ответили. Всех Христос. Слава Христу. Вопросов нет? Отхожу.